Здравствуйте, дорогие лисятки! Итак, о чем же ролик? В принципе, о том, как аниме-культура дошла до Африки, но в крайне необычном виде. Да, люди там тоже смотрят аниме, но совсем по-другому. Об этом мне рассказал еще достаточно давно парень, с которым я познакомился в университете. Звали его, кажется, Жаном, хотя это и не точно. Важно то, что он является одним из поклонников аниме и живет, представьте, в Нигерии. Если вы не знаете, как выглядит Нигерия, то как-то вот так вот. И именно парень оттуда рассказал мне много чего интересного о распространении всеми любимого нами искусства в Нигерии, ну а также о других странах Южного континента. А я, в свою очередь, представляю вам всю эту эксклюзивную инфу. Так что, погнали! Много ли в Африке поклонников аниме? Как мне сообщил Жан, как таковых ярых поклонников аниме там нет. Проблема, как минимум, Нигерии заключается в том, что люди там в большинстве своем смотрят то, до чего дотягивается рука. Интернет есть далеко не у всех, да и то он там достаточно дорогой, потому общество фактически скачивает быстренько то, что можно, а затем уже смотрит. Также на прилавках городов есть разные DVD, а в отдельных случаях даже кассеты. Там есть и аниме, и фильмы, мультфильмы и много прочего всякого. Собственно, по этой причине люди пока еще не воспринимают аниме как отдельную культуру. Для них это скорее что-то вроде прикольных мультов, которые классно посмотреть с друзьями. Потому, как мне сообщил Жан, в привычном смысле поклонников аниме, которых можно наблюдать на территории Европы или Азии, в Африке нет. Но есть люди, которым этот жанр определенно нравится. Однако, как сообщил мне мой южный товарищ, он не видит пока будущего аниме в Африке. Причины для некоторых людей будут банальны и очевидны. У африканцев слабый доступ к мировой сети, плохо распространяются диски и кассеты, да и многие загружены тяжким трудом так, что им не до каких-то фэндомов и тонкостей. Еще проблему усугубляет пиратство. Фактически, у производителей аниме нет резону спонсировать свои творения в большинстве стран Африки, поскольку тайтлы туда доходят совсем неофициально, а из-под полы. Конечно, причин есть куда как больше, почему аниме не особо распространяется в Африке. Но мы упомянули основные. Не затрагивал особо Жан только ситуацию в деревнях Нигерии и Африки в целом. По его словам, проблемы там настолько печальные, что не во всех таких населенных пунктах электричество есть. Не то, что телевидение. Так что, вот такая вот ситуация. Где и с помощью чего смотрят тайтлы? К этому в Нигерии подошли с особым энтузиазмом. Поговорим о четырех ключевых моментах, благодаря которым в Африке вообще узнают об аниме. Первый, и он же самый, как по мне, ламповый и эксцентричный, это видеозалы. Да, такие, какие у нас были в 90-х. Там, конечно, показывают в основном фильмы, но и полнометражки аниме тоже бывают. По словам Жана, благодаря таким залам немало нигерийцев познакомились с такими картинами, как Наруто и Блич. Второй, через интернет. Однако, как уже сообщалось, интернет там распространен далеко не у многих. Но есть бесплатный около супермаркетов и других гегемонных зданий. Правда, он настолько слабый, что дай боже, дабы загрузилось хоть минут 5-6 серий за пару часов. Третий момент. Люди попросту гребут кассеты и DVD, чтобы посмотреть хоть что-то на досуге. Там им и попадается аниме. Четвертое, национальное или кабельное телевидение. Хотя, национальное или тем более кабельное телевидение, это тоже чуть ли не роскошь для Нигерии. Но благодаря ТВ, люди тоже узнают об аниме. В общем, как мы видим, Африка это вам не Япония. Здесь сложно так просто взять и посмотреть любимую картину. Однако, более щепетильный вопрос заключается в том, а что же любят смотреть наши темные друзья с южных стран? Какие же аниме популярны там? Пожалуй, на этом вопросе Жан посыпался. Его можно понять. Проблема в том, что люди там смотрят столько всего и разного из попадающегося им под руку, что сразу выделить ключевых фаворитов будет сложно. Впрочем, по субъективному мнению Жан распространены в Африке достаточно устаревшие аниме. Как он мне объяснил, в данном вопросе тоже есть соответствующие причины. Первое. Старое аниме скоммуниздить и спиратить легче, чем новинки. Ведь достать старье не представляется чем-то сложным. А свежие картины еще только стоит поискать. Второе. Пираты Африки ищут то, что уже стало популярным среди всех комьюнити. Но чтобы аниме стало популярным, что нужно? Правильно. Время. Иногда 5, иногда 10, а иногда и 20-30 лет, если говорить о классике. Поэтому не удивляйтесь, что я буду сейчас называть те тайтлы, которые вам будут не особо знакомы. По мнению Жана, в Африке достаточно популярен Dragon Ball. Да-да, тот самый, который в Азии и в Европе люди смотрели еще лет 25-30 назад. Конечно же, на этом фоне не уступает ему и Наруто. Правда, вот Жан не уверен, что его многие соотечественники в курсе о существовании Шипудена или тем более Баруто. Внезапно выделяется и Бакуган, которого лично я видел только краем глаза лет 10-12 назад. Правда, опять же, вся эта инфа, так сказать, притянута за уши, поскольку точной фикции нет. А Жан только по своему мнению назвал данные картины. Что ж, будем надеяться, что он прав. А есть ли какие-то комьюнити или сходки? Отвечаем сразу, вообще никаких. И проблема совсем не в том, что там нет рьяных поклонников аниме. Она несколько глубже и затрагивает сразу несколько аспектов особенностей жизни в той же Нигерии или похожей стране Африки. Во-первых, у людей тупо нет времени, ибо они заняты выживанием. Это касается примерно 80-90% всей страны. Во-вторых, далеко не во все страны Африки, Алиэкспресс и другие службы доставляют свои товары для косплееров. И это не говоря уже о том, что по цене они являются недостижимой роскошью для тех же 80-90% страны. Что же насчет сходок? Да, молодежь там собирается. Но назвать все эти собрания аниме сходками язык у Жана не поворачивается. По его словам, ребята просто делятся тем, кто что посмотрел, и какие впечатления у них остались. Никто не делает акцент прям на аниме, как это принято у нас. Правда, само собой, Жан не исключает, что есть единичные поклонники данного жанра. Но их бы попросту не поняли, да и чувствовали бы они себя одиноко в Нигерии. Впрочем, несмотря на это все, закончили мы с ним разговор на позитивной ноте. Сам он, как выяснилось, приехал на территорию Европы, чтобы обучаться и посмотреть, как живет западный мир. Как вы поняли, вывод достаточно простой. Да, в Африке смотрят аниме. Но совсем не так, как мы. Все же хочется надеяться, что Жан окажется прав, и люди получат достойную жизнь. Ведь представьте, как будет прикольно, если в той же Нигерии начнут создавать аниме, но уже в своей культурно-эстетической атмосфере. Кстати, за кинематограф они уже взялись, и вышло вот как-то так. Вышло, скажем так, весьма неординарно. Ждем трудов по аниме. До скорого! Субтитры создавал DimaTorzok